У каждого человека есть конституционное право на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления с вопросами, проблемами, предложениями. Эту тему мы сегодня обсудим с помощником прокурора Центрального района Симферополя Александра Юрьевна Сердюк. Здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте. Порядок рассмотрения обращений граждан регулируется федеральным законом номер 59 ФЗ. Данный федеральный закон регулирует порядок реализации данного конституционного права, а также обязанности органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц по рассмотрению обращений граждан. Данным федеральным законом установлены три вида обращений граждан. Это жалобы, предложения и заявления. Александра Юрьевна, какие требования установлены к письменным обращениям граждан? Федеральный закон устанавливает следующие требования. Во-первых, в обращении граждан должно быть указано фамилия, имя, отчество лица, который обращается, изложена суть обращения, поставлена личная подпись лица. Также в обращении должен быть указан почтовый адрес, по которому нужно направить ответ. В случае необходимости гражданин может приложить к обращению документы, либо другие материалы, а также их копии, которые подтверждают его доводы. В случае, если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, либо его почтовый адрес, такое обращение не рассматривается, на него не дается ответ. В случае, если обращение содержит нецензурные, оскорбительные выражения, а также угрозы, ответ по существу поставленных в обращении вопросов не дается. Также в случае, если текст обращения не поддается прочтению, ответ на такое обращение также не дается. А существует ли соответствующая обязанность у органов, в которые поступает письменное обращение от граждан? Конечно же. На органы государственной власти, местного самоуправления и их должностные лица возложены следующие обязанности. Так, данные органы обеспечивают объективное всестороннее своевременное рассмотрение обращений граждан. Они имеют право запрашивать все материалы и документы, которые им необходимы для рассмотрения обращений. Кроме того, органы принимают все меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан, дают ответ по существу, поставленных в обращении вопросов. А есть ли срок какой-то, за который нужно успеть дать ответ? Общий срок, установленный для рассмотрения обращений граждан, составляет 30 дней. А какая ответственность предусмотрена за нарушение вот этих вот вами перечисленных требований? Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Это статья 5.59 данного кодекса. Санкция указанной статьи предусматривает возможность наложения административного штрафа в сумме от 5 до 10 тысяч рублей. Вот человек понимает, что его права нарушены. Куда ему следует обращаться в данном случае? Возбуждает дело об административном правонарушении. По статье 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прокурор. При этом гражданам стоит иметь в виду, что срок для привлечения к ответственности составляет 3 месяца. Данный срок начинает течь с того момента, когда заявителю был направлен, либо должен был быть направлен ответ на обращение. А много ли вообще в принципе подобных нарушений? Может есть какая-то приблизительная статистика или точная? К сожалению, граждане очень редко учитывают трехмесячный срок для привлечения к административной ответственности. Поэтому практика привлечения к ответственности должностных лиц невелика. Органами прокуратуры города Симферополя в 2016 году составлено не более 10 постановлений о возбуждении дел об административной ответственности по статье 5.59 КОАП. А какие еще виды обращений граждан существуют и каков порядок их рассмотрения? Федеральный закон номер 59 ФЗ распространяется только на те обращения, для рассмотрения которых нет специальных законов. Такими специальными законами, например, являются Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации. Так, например, Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает, что порядок осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами устанавливается правительством Российской Федерации. Также правительством Российской Федерации устанавливаются стандарты по раскрытию информации и рассмотрению обращений граждан. А что бы вы еще рекомендовали гражданам при обращении в органы государственной власти и местного самоуправления? Хочу обратиться ко всем жителям полуострова, что для успешной реализации конституционного права на обращение граждан сначала необходимо понять, какое именно право, либо законный интерес нарушен. Далее необходимо определиться, в компетенцию какого государственного органа, либо органа местного самоуправления входит разрешение поставленных в обращении вопросов. У каждого государственного органа, либо органа местного самоуправления существует официальный сайт. На данном официальном сайте будет опубликована соответствующая информация о деятельности органа, о порядке рассмотрения им обращений, а также административные регламенты. Кроме того, на данных официальных сайтах существует форма для оставления обращения в электронной форме. Это значительно ускорит поступление обращений в орган, что, соответственно, может сказаться на успешной реализации гражданами своего права. Спасибо большое, Александра. Юрьевна, что пришли к нам, теперь, я думаю, у крымчан гораздо больше информации о письменных обращениях в органы государственной власти и местного самоуправления. А мы с вами не прощаемся. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова